Более 60 улиц планируют переименовать в Астане. Субханаллах, я скажу. Планируется переименовать более 60 улиц и 15 школ. Передает информационная агенция newtides.kizet со ссылкой на miakazinform. Вот такая, друзья, моя статья. Давайте сейчас ознакомлю вас с ним. Это короткая статейка. Значит, в настоящее время есть готовые предложения по новым названиям для более чем 60 улиц и 15 школ. Эти предложения будут включены в повестку предстоящего заседания аномастической комиссии, сообщил заместитель руководителя управления по развитию языков и архивного дела Астаны Айгерим Молдобаева. Всего, по ее данным, в Астане насчитывается 17 проспектов, 4 автомагистрали и 1110 улиц. Большинство из них получили новые названия после 1997 года в честь выдающихся личностей и исторических тапанимов. С начала текущего года названия получили 9 центральных улиц, одна площадь, вновь образованный район, а также переименованы две улицы. В прошлом году таких элементов было 41. Ну, так, в целях укрепления международных связей, одну из столичных улиц была названа в честь Гейдара Алиева, который был президентом Азербайджана. А новая площадь получила название Площадь ООН, то есть Организация Объемных Наций. Ну, а нынче, значит, планируют 60 улиц. 60 улиц. Ну, я хотел высказать свое личное мнение по данной новости. Да, я ездил, вы все знаете, в Астану, депутату мажористу парламента БАПИ, Ермурата Амсга. И я ему и поднимал этот вопрос, я ему и говорил, что нужно вообще этот закон убрать. То есть не надо тревожить народ, не надо собирать народ, спрашивать у народа разрешение, потому что это дела идеологии строительства нового государства Казахстана. Это, причем тут, например, какая-то бабушка, ее мнение и идеология нового Казахстана, который мы строим. Понимаете? То есть вчера, например, посмотрим на северного соседа, который взял за идеологию строить царскую Российскую империю и взяли себе, значит, гербом двухглавого орла. Они ни у кого не спрашивали и переименовали Ленинград, Санкт-Петербург, то есть вернули имперское название. Также они ни у кого не спрашивали, вернув, например, городу Свердловск имперское имперское имя, значит, Екатеринбург. А почему мы должны, значит, спрашивать у этих имперцев или тех, которые мечтают вернуться в СССР, нагнетать обстановку, разжигать, значит, межнациональную рознь на этой теме. То есть, я считаю, этого не должно быть. Не должно быть имперских названий в Казахстане. Такие города, как Петропавловск, Павлодар, которые напоминают нам о присутствии вчерашней царской Российской империи. Их все надо убирать. Поэтому, пока мы их и не уберем, все эти строители империи сидят и ждут и мечтают вернуть свою царскую Российскую империю в границах 1914 года, как они и говорят, и заявляют. Поэтому, если вы не хотите войны, надо убирать имперские названия. Пока мы их не уберем, мы тем самым даем надежду на строителей этой царской империи, что казахи готовы, готовы быть вашими рабами, быть вашей колонией, быть вашими, значит, братишками. Я категорически против. Я за независимый Казахстан, я за суверенный Казахстан. И вчера также об этом и говорил наш президент Тукаев, когда был на Еврозес, когда ему говорили, давай мы тебе там атомную бомбу дадим. Но он сказал, что вы это там две страны, одно государство. Не надо нас туда впихивать. Поэтому я согласен с Тукаев. И поэтому вопрос о переименовании улиц, городов, областей, не надо будоражить население. Переименовали и все. Кому не нравится, если он выбежал на площадь, то есть крутить руки и все. Чемодан, вокзал, убирайся отсюда. Раз мечтаешь об империи, вон строят империю за огородами. Езжай туда. Вот так должен вопрос стоять. А не вот это муссировать. Я понимаю, что эти законы вчера были придуманы и внесены во времена управления Казахстаном, в правление почетного атамана Назарбаева. И когда в мажорисе парламента сидели атаманы Башко, атаманы Захаровой, то есть те, которые мечтают о казачестве, это уже априори солдаты Царской Российской империи. Поэтому мы должны сейчас четко понимать, если хотите войны, тогда оставляйте названия. Если не хотите войны, тогда надо переименовывать и убирать все эти имперские названия. Все убирать, чтобы ничего не осталось. Чтобы подрубить, как я говорю, корни этим поганым имперцам, которые мечтают о воссоздании империи в границах Казахстана. И Казахстан, и Центральную Азию полностью хотят вернуть Царскую Российскую империю. Мы не должны этого допустить. Надо быть дальнозорким, а не близко, знаете, под ногами все есть, не видите. Назарбай, понятно, он хотел быть Ага-Султаном, чтобы передавать свою власть по наследству, до Рягушки, там и дальше, другим. Поэтому он и, значит, мечтал о создании Царской Российской империи. А нам не надо этого. Тем более, я говорю, нам, казахам, таким как Иргали, которые, значит, мои предки принимали активное участие, с оружием в руках, в борьбе Царской Российской империи. Для нас это, понимаете, для нас это все, для нас это все. Поэтому мы не собираемся предавать своих предков, ихний путь, отожел, сондухтан, я говорю, джок. Убежать надо этот закон, который был создан во времена Назарбаева, в поддержку сепаратизма, в поддержку строительства Царской Российской империи. В общем, пишите комментарии, друзья, что вы думаете об этом? Согласны, Сергали, когда лайк и продвигайте мой канал? Нет, пишите дизлайки, пишите гневные ваши имперские комментарии. А мы за вами потом понаблюдаем. В общем, уважение ко всем. Да здравствует независимый Казахстан! Да здравствует суверенный Казахстан! И мир в Казахстане!